Здравствуйте, я Алексей Арефьев, сооснователь магазина «Букинист» в Твери, и это проект «Тверти». В тот момент как раз у нас закрылся магазин «Букинист», единственный в городе тогда был, и на тот момент его уже сколько-то лет не существовало. Я тогда как раз подумал, что можно было попробовать занять нишу. В Москве люди продавали большой склад, у них там тоже кто-то из родственников очень долго собирал, там много-много лет, как мне потом они рассказывали. Сколько жил, столько собирал. И там книг было просто безумное какое-то количество, как в магазине. Из-за того, что там человек, выйдя из дома, не мог вернуться домой, не купив какую-то книгу, там их было столько, сколько прочитать их невозможно. Практически все они были новые. Так появился склад. Вот этот склад я разбираю до сих пор. Мы это все в вагончик строительный положили, там вагончик теплый, книги там себя комфортно чувствуют. Но это все, опять же, надо перебрать, описать. В фонде я пока не представляю всего. Вот вообще, если прикинуть, где-то порядка 12-15 тысяч книг у нас есть. Продается не то, что вот сейчас прям активно люди обсуждают, а то, что кто-то один вдруг вспомнил, что когда-то давно читал, и сейчас найти уже не может. И тебе нужно вот с этим одним каким-то образом соединиться. Именно букинистика, она должна быть очень широкая по ассортименту. Если брать вот прям среднего клиента, то это человек старше 30-ти. У них, во-первых, есть дети, и они хотят им купить те книги, которые когда-то были у них. Ну, со временем они уже, конечно, куда-то потерялись. Если брать специальную какую-то литературу, ее тоже очень много, медицина, техника, бог знает что еще. Здесь возраст, опять же, там обычно от 30-ти. Это специалисты чаще всего, которым нужны какие-то углубленные знания, совсем уж специфичная категория. Это учеба. Я не в таком положении, как многие другие продавцы, которым необходимо где-то товары закупать. Я понимаю, что людям и на другие товары. Сейчас надо будет чуть-чуть побольше средств, потому что все дорожает. Я пока держу старый ценник. Цены я пока не поднимаю и тоже пока не планирую.